Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы посмотрим на порт Рояль 4, который вышел буквально вчера. И в этой игре нам предстоит грабить караваны в Карибском море, торговать, развивать свои города, заниматься разнообразным производством товаров, захватывать города вражеских государств, заниматься абордажем, пиратством, всем чем захотим, как обычно в подобных играх. И если вам понравится порт Рояль 4, вы захотите видеть больше серий по этой игре, то пишите об этом в комментариях. Ну а мы давайте начнем. У нас кроме обучения есть режим кампании, из четырех кампаний, состоящий за каждую из государств, но доступна только первая испанская, после ее прохождения будут разблокированы и другие. Но кампании это такое. Давайте мы на свободный режим посмотрим, и я хочу за Англию играть. У Англии есть, конечно же, потрясающие линкоры, снижена стоимость строительства на линкоры и фрегаты, и ускоренная работа, в принципе, на верфях. У каждой фракции, у каждого государства есть свои бонусы разнообразные. И в этой части порт Рояля я вот... Не помню, в какой порт Рояль я играл последним, но я больше по негациантам как-то был. И в прошлой части порт Рояля я играл мало, но в те времена не было, мне кажется, такой вот заманухи с персонажами сейчас классы в каждую игру добавляют. И, да, у нас есть на выбор четыре класса персонажей, которым мы фактически играем. Авантюрист, торговка, буконьер и пиратка. У каждого есть свои бонусы и штрафы. Штрафы неприятные, бонусы довольно неплохие. Я, наверное, остановлюсь на авантюристе. Опыт капитанов растет на 25% быстрее, это полезно весьма. На 20% слабее абордаж, что неприятно, но зато есть возможность заказывать сюда, которые мы уничтожили в бою. Но от абордажа я отказываться, конечно же, не буду. Давайте выберем сейчас цвет флага какой-нибудь. У нас есть разнообразные там картинки, которых немного, все довольно по-скромному так в плане флагов. Давайте мы вот такой вот флаг себе выберем. И галактики. Все, я готов. Начинаем. А, нет, не начинаем. Да еще настройка. Настройка нашей свободной игры. Наша держава это уже настройки, которые я крутил, с которыми я пробовал, начинал уже играть. И мы можем выбрать силу нашей державы, сколько у нее будет городов в Карибском бассейне. Можем немножечко распределения по количеству городов между государствами выбрать. И можем выбрать стартовый город наш. Мне Джорджтаун нравится. Вон там возле красивого болота. Минимальное количество денег, список заданий, цели, случайно выбранные для нашей свободной игры. Можно от них отказаться, да и полностью свободная игра будет без условий победы. Можно поставить экономические или сугубо военные цели. Но мы оставим смешанные. Они там довольно интересные и в дополнительной цели, мне кажется, всегда хорошо. Случайно у нас есть... По стандарту стоит равномерное распределение ресурсов. Я бы попробовал случайное поставить. Это добавит такого рандомного элемента в плане торговли. Пусть будет. Есть возможность показать сразу на карте все города, но мы ее выключим, чтобы был такой небольшой элемент эксплоринга. Не то, чтобы тут есть что эксплорить. Вот так вот по кругу один раз корабль отправил и все города уже открыл, но тем не менее. И уровень сложности можно настроить. Я ставлю сложный, потому что на сложности, как обычно, оно весьма-весьма легко. С торговли идут сумасшедшие бабки прямо сразу и просто не успеваешь их куда-то вкладывать и тратить. Чуть более сложные морские бои. Пираты, наверное, как обычно, они на стандартной сложности. Я даже не знаю, можно поставить просто еще, чтобы меньше их было. Ну да ладно. Все меня тут устраивает. Вроде бы Джорсттаун, минималка, всего. Поехали. Поехали. Самая большая такая проблема для многих, это действительно проблема в этой игре, это пошаговые бои. Многие просто в ужасе об этом узнали. И я пока не уверен, насколько это плохо. Так ли это плохо, как многие говорят. Там есть и свои преимущества, свой какой-то дополнительный интерес в пошаговых боях. Ну, конечно, это не то, к чему мы привыкли. Совсем не то, к чему мы привыкли в подобных играх, в том же Негацианте, да, и в Порт-Роялях. Всегда все в реалтайме было. Здесь же реалтайм только на глобальной карте, а в боях у нас тактическая карта открывается. И тактические бои на кораблях пошаговые. Ну, да ладно, можно автоматом их отыгрывать, да, и не заморачиваться. Но это неинтересно, конечно. Вот. И наш Джорджтаун, маленький городок с большим производством. Да. Недурно тут. Недурно. У нас максимум 7 производств может быть в городе. Этим городом мы, как бы, управляем. Мы администратор этого города. Мы можем строить здания разнообразные здесь, как жилые, инфраструктурные, так и производство разное тоже. Всякое можем строить. Все это реализовано, да, вот в клетках определенных мы все это дело строим. Со своими бонусами, штрафами там, ну, как обычно. И чтобы заниматься всем этим в других городах, нам нужно покупать там лицензию у нашего вида короля, который будет нам выдавать задания. За разнообразные задания мы будем повышать уровень славы, за торговлю, по-моему. Да, в принципе, за все, по-моему, слава будет потихонечку расти. И потом можно будет подать заявку на руководство каким-либо городом нашей фракции. Но пока у нас только один город возле этого, да, красивого болота. Я бы здесь бы поплавал, посмотрел бы на крокодилов. Вот. И у нас есть мелкий корабль один. Немо. Маленький. Маленькая шхуна. И давайте мы эту маленькую шхуну сразу отправим на торговлю в автоматическом режиме. Посмотрим, чем. Посмотрим, чем. Здесь производятся кирпичи, но их нет вообще. Мы можем купить немного канатов тут. Немного керамики. Ну, предметы роскоши, сомнительная покупка. Да, тут определенная рандомность есть. Я в прошлый раз, когда игру запускал, у меня, по-моему, какао было. Производство какао в этом городе. И оно было полностью забито. По вот этому индикатору видно, как много товара, да. Ну, и от этого цена зависит сразу, чтобы понятно было. Чтобы не запоминать эти цены. Вот. И... Ну, я думаю, может быть, сейчас придумает наш караван, что ему покупать, продавать. Вот тут, смотрите, совсем маленький городок с тремя производствами. Здесь овощи, табак и мясо. Все остальное можно будет сюда завозить. Овощи, по-моему, и у нас там есть, да? Ладно, давайте, уговорили. Так и быть. Нет, у нас кукуруза, у нас овощей нет. Да. Да. Что у нас еще за города рядышком есть? Канаты, предметы роскоши тоже. Это не лучший город для торговли. И наша, как бы, столица. Кукуруза, зерно. Ну, наверное, в Барбадос мы отправим. Давайте нажмем на торговый маршрут и создать маршрут. Изменить. Добавляем Джорджтаун. А, да. Первым делом нам надо купить торговую лицензию за 10 тысяч, да. Ну и теперь можем создать торговый маршрут. Джорджтаун, Барбадос. Включить автоматическую торговлю. И наш караван будет сам решать, что почем ему покупать, что почем ему продавать. И подтвердить, назначить на маршрут Немо. И маршрут сразу включен. Сейчас мы паузу отпустим. И наша шхуна, так и хочется шлюпом ее называть, сейчас закупит себе немного совсем товара, да. Ооо, совсем немного. И отправится. Продавать все это дело. Посмотрим, может быть на обратном пути сюда чуть побольше сможем загрузить товар. Так. Мы в разных городах нам могут давать еще тоже задания иногда. Можно задания находить в море. Типа там послание в бутылке. Есть у нас карта сокровищ тоже. Карта сокровища по этим мы там статую можем находить, которые будут нам славу давать. За славу мы покупаем... Не туда, вот сюда. Открываем доступ к производству разнообразному, к разным бонусам от нашей фракции. И возможности нанимать капитанов. Пока что капитанов у нас нет. Капитанов нам не обязательно в нашем флоте, но они дают бонусы. Это в принципе хорошо, приятно и полезно. Пока заданий нет. Давайте посмотрим, что у нас... По условиям победы. 12 производств керамики. 36 серебряных флотов победить. Это сильно. И 125 судов общего количества. Это цели... Как я говорил, они случайно генерятся разнообразные для... Ну, условия нашей победы. Подождите, до 56... Стоп, типа если мы не успеем, то все? Серьезно? До... Конца 56-го года нам все это нужно сделать. Тут-то до 56-го не так долго. А, ну вот, кстати... Зайдите ко мне. У меня кое-что для вас есть. Наш вице-король решил нам дать задание. Древесина у нас большая редкость, тогда как Франция имеет этого товара весьма много. Поэтому прошу вас, до 8-го марта приобрести у них 94 древесины и доставить в наши города. Это легко. Давайте посмотрим на страны. Ага. Не, ну ладно. Дипломатические отношения тоже рандомные в свободной игре на старте каждый раз. Я когда в прошлый раз начинал, я был в союзе с Испанией. Ну и в начале игры никто ни с кем не воюет. Войны чуть-чуть попозже начнутся. У нас самая слабая держава. Постараемся ее не слить. В первой же серии. Ну, по идее, мы не успеем. Хорошо. Давайте посмотрим. Франция у нас была где-то вот здесь. Нам надо тогда в Гренаде в любом случае... Хотя нет, не в любом случае. Нам не надо. Нам, чтобы заказать корабль еще один на верфи. У нас Гренада, наша столица местная. И верфь только здесь есть. Можем прокликать остальные города. Нет, только в Гренаде мы можем покупать бэушные корабли. Барк и Флейт. Тоже есть фрегат, даже бэушные есть. Окей, два даже. Интересно. И также можем заказывать. Порядок, ордер, да, казалось бы. Взяли и перевели как порядок. Великолепная гугл-локализация. Цена покупки у нас вроде как немного дешевле получается, да. Шлюп тот же. О, 38. Заказать за 30-ку. Ой, правая клавиша здесь все закрывает. Ну, чуть-чуть дешевле в плане золота, но... Нужно 20 дней. Для того, чтобы построился один самый мелкий фактически корабль, да. И вот условия победы в 56-м меня что-то немного озадачили, если честно. Как там Немо? Один канат куда-то везет. Что ты с этим канатом? Ой-ой-ой. Это случайная экономика. Ну, в любом случае, мы покупаем корабль и пойдем выполним шлюп, да, я взял. Ну, ладно. Можно было кораблик поменьше взять, подешевле. И да, у нас корабль, когда мы его покупаем на верфи бушной, сразу в порт отправляется. Из порта нужно его в караван назначить. Караван под названием «Катастрофа». Отличное, по-моему, название. Также мы можем на верфи в настройках задать сразу автоматическое создание конвоев, караванов. Ну, если мы будем, наверное, несколько кораблей заказывать, наверное, это не обязательно. И также можем выбрать, куда доставлять корабли. Можем сразу, например, в Джорджтаун, чтобы корабли отправлялись. То есть, они моментально там появляются. Вот. И поехали. Поехали. Немного поэксплорим. Давайте вот так вот нажмем, чтобы карту развернуть. И поплыли вдоль вот этих вот городов через... Кто у нас там? Через Голландию во Францию. Откроем. Может быть, по дороге немного... Городов немного. Карту изучим. Ну и тоже надо приглядываться к пиратам. На нас могут запросто напасть пираты. И также можно найти по дороге разнообразные задания. А еще можно поставить сложность на Х3. Так. Вот, по-моему, наш корабль... Вот этот вот... Загрузился неплохо. Нет? А, это мы все... Все деньги мы на покупку корабля потратили. Все верно. Давайте, наверное, мы все же тогда... В Гренаде возьмем торговую лицензию. Давайте, может, глядем на вот этот вот город. Много фруктов, много конопли. Немного металла. Мне кажется, надо здесь все же... Да. Давайте купим здесь торговую лицензию. И наш торговый маршрут. Изменим. Добавим еще один город. Включим сюда все. Подтвердить. Еще разок проверим. Да, вроде бы все хорошо. У нас... Ветер отображается, когда мы в торговых маршрутах. Также мы можем это... Ой, стоп, стоп, стоп. Да, мы тут ничего не меняли. У нас все настроено нормально. Также мы можем клавишу Alt нажать и посмотреть на направление ветра. Против ветра, конечно же, плавать дольше. Можно маршруты редактировать будет. Здесь места сильного ветра. Здесь корабли будут повреждаться быстрее. Вон, кстати, задание там отмечено. Сейчас посмотрим, посмотрим. Хорошо. Есть у нас также места, где безветренные. Разветренные, да? И лучше их обплывать стороной. Так. Что там пишут? На берегу сидит на целой куче товаров торговец. Рад вас видеть, капитан каравана. Ни с того ни с сего потребовал... Капитан каравана ни с того ни с сего потребовал дополнительную плату. А когда я ему отказал, попросту высадил меня тут вместе с моим грузом. А ведь товаров у меня всего... Ёлки-палки, 400 я столько не потянул. Может, отвезете их в город Барако по выгодной цене? Рядом нет выбранных караванов. Ну, как бы у меня столько не влезет. А по чуть-чуть нам, наверное, не дадут задание это выполнить. Поэтому это не то, что мне бы хотелось. Да, нам нужно вот в... А ну, давайте попробуем. Если я... Я могу только отклонить. К каравану требуется грузоподъемность. Все понятно. Хорошо. Поплыли дальше. Вдоль какого-либо берега. На утроенной скорости. Плюс, если мы карту отдаляем, то... О! Нет, не О. Правильно? Это у нас как раз... Голландия. Все правильно. Так, хорошо. Давайте плывем дальше. Я сейчас немножко тут отходил, поэтому на паузу нажал. Множество городов по дороге мы открываем. Ну, вроде больше ничего. Вот, французские корабли уже виднеются. И да, нам, наверное, вот сюда стоит уже подняться. Много французских кораблей. Друг за другом проплывают. Есть. Тампа. Так, а теперь давайте мы... Еще разок посмотрим на задание. Вы пришли предложить мне свою помощь? 94 дерева нам надо. Всего лишь. До 8 марта. До 8 марта мы успеем 100%. Тампа нам не подходит для наших целей. Давайте мы с контролом можем задать ему маршрут. Здесь тоже дерево не производится. Может быть оно там есть на самом деле, как бы, да? Древесина. Вроде ничего такого прям интересного я не вижу. Если найдем где-то в городе какой-то товар, которого будет прям, ну, очень большой избыток, 4 зеленых, да, деления, тогда можно будет его, наверное, тоже прикупить. Но пока давайте поищем, где же... Где же наш вице-король видел много дерева. Пока я вижу, что его везде по нулям тут. А у нас, когда я открываю меню, это пауза нажимается, да? А, нет, не нажимается. Так, стоп, 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 поплыли. Здесь тоже дерева нет. Серозно... О, нет, тоже нет дерева. Так. Куда нам дальше? Дальше по этому и плывем. Как будто бы у нас есть выбор. Вроде там какую-то копейку приносит нам корабль наш. Ладно, раз. Наши вице-король нас отправил во Францию, мы тогда круг вот такой сделаем. Может, на самом деле, зря, потому что сейчас мы дерево где-то закупим или что-нибудь интересное найдем по дороге. Захочется... Вернуться на родину. Какой-то тухляк везде пока что. Экономику придется тут налаживать по-серьезному. Когда сбалансировано в настройках распределения ресурсов, то там как-то так нет прям таких заметных дыр в плане товаров и нехватки повсеместной производства какого-то... Где? Где мой вице-король видел... А, ну вот, смотрите. 86 как раз. Но здесь, может быть, где-то дальше будет еще древесина. Где-то посреди этой, я не знаю, пустыни. Больше вроде нету тут ничего такого. О, древесина, смотрите, да? На удивление. Так, хорошо. Что там? Мы еще не подкрыли, не припарковали. Давайте мы купим торговую лицензию. Да, 10 тысяч на это потратим. О, на что-то наторговал. Да, неплохо. Давайте глянем, что там он. Общая прибыль 32 тысячи. Две тысячи доходов в день. Мне казалось, будет поскромнее у него все. Так. И... У, древесины много. Я беру по полной. Средняя цена не меняется вообще. Отлично. Так, ну все. Мы тогда... Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па... Не, мы, наверное, поплывем тогда все равно. Вот так вот. Выбор у нас небольшой. Путь обратно тем же маршрутом... Немного смысла, мне кажется. О, стоп. Поэтому откроем еще... Немного городов на побережье. Здесь... Наверное, нет. Наверное, да. Весь... Весь эксплоринг... На этом и закончился. Ну, может быть, на самом деле, мы что-то еще по дороге интересного тут встретим. Может быть, такое. Ну, ладно, пусть заплывет сюда. И потом мы, наверное, приплывем в... Джорджтаун. Джорджтаун. У нас как раз в этом городе нет торговой лицензии, а здесь у нас производство дерева. И с контролом потом сюда. Все. Отключаем паузу. Пусть... Пусть мчится наш корабль. А мы будем смотреть, что мы там по дороге открываем. Где еще интересного находим. Вот, здесь лесопилка тоже есть. Может быть, тут древесина еще дешевле была бы, нет? Нет. Может, там 42 было. А может быть, те же 41. Варакрус. Что у нас тут производится такого интересного? Вроде такой крупный город, кажется. Много жилых домов, во всяком случае. Тоже целая гора древесины там. Торговая лицензия с тем далеким городом, конечно, не самая лучшая. Вложение 10 тысяч. Но, с другой стороны, мы, может быть, выполним задание и получим нормальную награду с этого. Такие интересные озера. О-о-о-о! О-о-о! Тут довольно много достопримечательностей таких, я смотрю. О-о-о! И еще пирамиды. Что там по дороге? Сесаль нашли. Вообще пусто везде. Так, 70 тысяч. Я думаю, мы можем позволить себе еще прикупить кораблик. Нужен ли нам дополнить... Давайте пусть плывет, наверное, наш этот корабль туда. Нужен ли нам... Еще... Та ну, елки-палки. Еще корабль в этот торговый флот. Предметы роскоши достаточно дорогие должны быть. Ну, вот смотрите, мы практически по полной загрузились. Да, достаточно дорогие предметы роскоши, которые... Возят, по-моему, в холостую. Немо. А, нет, слил только что. Хорошо. И... Да, я думаю, мы можем еще один кораблик организовать. Именно в этот флот торговый. А потом, когда дерево продадим, то еще и... Вот этот порт оф спейн добавим в круговой этот самый. Что там было? Разрешение на строительство. 25 тысяч. Нет, лучше я за 25 тысяч в своем городе что-то построю. Давайте пока что мы купим еще одну шхуну и добавим эту шхуну. Так, мне, чтобы ее добавить, надо, наверное, подвезти... Сейчас дождемся, пока корабль приплывет сюда. Нужно подвезти будет в порт этот корабль и потом перекинуть через маяк сюда. Так, сейчас как только припаркуется... Давайте скорость, может, чуть ниже поставим. Давай, 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 плыви. Тут место такое оживленное, много крупных кораблей. Так, оп, давайте теперь... Так, стоп. Катастрофа. Плывет. Все правильно. Блин, у меня стоит... Я... Да. В... Гренаде поставил... Доставку в Джорджтаун. И потом я вроде бы нажимал отказаться. Но... Или я не нажал отказаться, или еще чего. В общем, в Джорджтауне у нас корабль наш. Ну и в Джорджтауне на берегу сидит старый моряк, который предлагает купить фрагмент карты сокровищ. Отклонить... Нам надо подплыть, наверное. Как мне согласиться? Надо, наверное, подплыть, может быть. Сейчас попробуем. Дождемся. Кого-нибудь дождемся. Наверное, этот корабль... Немо приплывет быстрее. Да, вот он уже... На подходе. Немо, 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 ты где? Вот он. Маршрут отключен, да? Давай. Плыви пока сюда. О, есть. Принять. Получена карта сокровищ. Ладно. Пока непонятно, где это. Так. И теперь давай сюда. И перекинем... Еще один корабль. Да, теперь у нас два кораблика. И мы можем включить маршрут теперь снова. Где-то что-то купили. Точнее, продали. И сейчас, может быть, еще купим. Ремонтируется вроде бы, да? Скорость можно подрубить. Так. Загрузился. Товарами да поплыл. Но пока не полный. Так, где наш... Вот он. Столько городов пооткрывали по дороге. Почти всю карту. Тут еще и вот тут еще города остались. Неплохо так. Исследовали. И наш вице-король сейчас будет довольным, наконец-то. Что-то так далеко плывет, как будто бы. Эп. Далеко? Далеко. Все. Припарковался, наконец-то. Так, хорошо. И... О! Много кукурузы. Сейчас пойдем ее продавать. Сейчас придумаем, куда ее слить. Так, где там древесина? Я, наверное, продам... Часть сюда. Спасибо за обеспеченную поставку товаров. Так. И часть, наверное, в Барбадос или в Гренаду тоже, наверное, неплохой вариант. Поплыли, наверное, да. Получены очки славы. Давайте посмотрим, что там вице-король нам расскажет. 50 славы получено. Уровень, да, мы подняли славы. И... Получается, нам надо тут еще тоже, да, ставить торговлю с Гренадой из разных городов, чтобы сюда возили товар. Вот этот вот. И тогда мы будем тоже зарабатывать очки славы. Так, ну, в любом случае, хорошо. Давайте пока избавимся от древесины. Что там? Что там? Что там? Что там? Пожилой мужчина разглядывает все заходящие в порт корабли. Я ищу свою дочь. Она отклыла из города корпус Кристия, но сюда так и не прибыла. Капитан сказал, что где-то по пути она исчезла. Я думаю, мы можем принять это задание. О, я... Черт. Я не эту клавишу нашел. Блин, я случайно его отклонил. Это фиаско. Прости. Прости. Я не хотел. Ага. Тут немного древесины есть. Сюда сольем капельку совсем. Капальку. И, наверное, остаток тогда все же отвезем в Барбадос. За единичку славы, я думаю, было бы неплохо сразу же разблокировать капитанскую лицензию. И теперь пока нет капитанов. Как только появятся доступные капитаны, здесь что-то будет подсвечиваться. И будем надеяться, что капитан будет там нормальный такой, чтобы сразу... Толковый, короче, чтобы... Ого. Древесина. Все продаем. Хорошо. Теперь, как бы нам организовать здесь хорошую, грамотную торговлю? Ну, деньжат мы немного подзаработали. Во-первых, мы в любом случае покупаем здесь торговую лицензию, которая уже 15 тысяч стоит. Можно будет дерево продавать везде. И добавим, наверное... Я думаю, да, можно просто пока что добавить в этот торговый маршрут. Нет, вот так. Изменить. Просто добавим... Порт оф Спейн. Только... Нет, все правильно. Да, после гренады мы плывем в порт оф Спейн, потом сюда. Да, все верно. Все верно. И здесь, на этом торговом маршруте, теперь будет древесина. Блин, и везде эти канаты. Канаты... Подтвердить. Все. Хорошо. Давайте посмотрим, как там эти кораблики наши, Немо... О, ну, в принципе, уже на 350 загружается. Там, конечно, может кукурузу он набрать очень много. И развозить повсюду отсюда. Да и отсюда, в принципе, тоже. Может еще один корабль... Кораблик, может еще один город в торговый маршрут добавить. У нас этот корабль бездельничает. Надо ли мне сейчас... Не, лучше я, наверное, не буду добавлять корабль еще в этот маршрут. А мы... Давайте подумаем насчет... Вот этого варианта. Фрукты, конопля. О, это хороший вариант. Так, надо брать торговую лицензию здесь. Это весьма хороший город. И давайте посмотрим насчет нашего Джорджтауна. Что ему нужнее всего? Фрукты. Согласен. И... Да, металл. Согласен. Мы тогда вот этот вот корабль одинокий... Назначим... Катастрофу эту... На новый торговый маршрут. Создать. Изменить. Дуй сюда. И потом... Может быть, все-таки через Гренаду его отправить? А тут ничего нету такого, что нам в Гренаде понадобилось. Да, давайте вот так вот просто сделаем пока. Чтобы снабжать наш собственный город. Разными товарами. Подтвердить. Назначить на маршрут катастрофу. И все. Пусть занимается. А мы тем временем давайте посмотрим, что в Джорджтауне можно было бы сделать такого полезного. Сюда бы еще пиво возить откуда-то. Есть у нас пиво. Где-то производится. Предметы роскоши это хорошо, но не нашим бомжам, которые в сараях живут. Здесь пиво производится. Как тут много пива. Нет зерна, чтобы пиво производилось. Это интересно. Это интересно. Я бы, наверное, соединил бы эти два города тоже, чтобы здесь производилось пиво. Вообще, в идеале, наверное, отвозить зерно отсюда, сюда, чтобы пиво производилось. И потом везти пиво сюда, в наш город. Чтобы здесь более довольные жители были. План, по-моему, ничего такой. Давайте посмотрим, что там с... Еще одним кораблем. Шлюк, да, подойдет. Не подойдет. Здесь, наверное, у нас вариантов нет. Шлюк, так шлюк. Так, куда. И создадим новый маршрут. Из гренады. В барбадос. И сюда. Только, только, только... Покупаем здесь зерно. В барбадосе продаем все полностью. Покупаем здесь пиво потом. И в Джорджтауне пиво мы продаем. Вот так. Может, кто-то из Джорджтауна еще везет? Наверное, нет. Чисто для того, чтобы снабжение было пивом Джорджтауна. Ну, в идеале. В идеале. Вообще, может быть, просто зерна сюда позавозить. Для начала. Давайте, да, пока Джорджтаун удалим. Вот так вот сделаем. Все, больше ничего. Да, уберем только покупку пива. Все, да. Только зерно пока что загружаем. Больше нас ничего не интересует. И нам надо назначить корабль, который в Гренаде, в порту. Вот здесь. Гвендолин. Гвендолин пойдет у нас... Да. Не сюда пойдет. Гренада Барбадос. И нас интересует... Гвендолин где? Немо Гвендолин. Отлично. Гренаде Барбадос. Все. Хорошо. Я надеюсь, что хорошо. Давайте посмотрим на... Немо, например. Как он тут торгует. И вот это, наверное, да, его статистика. Вполне неплохая. Здесь... Пока что не очень. Хотя стоп. Каравана на этом маршруте... А на этом маршруте... Тут никого. Потому что что-то я не так сделал. Гвендолин в Барбадосе сейчас. Там пива нет. Должен, по идее, просто плыть обратно. Во. Все. Теперь нормально работает. Ага. Восемь зерна... Восемь? Подожди. Ты шутишь. Так. Тут нам надо поставить... Что-то явно надо настроить. Как бы вот так-то, да? Гренада Барбадос, да. Купить автоматически... Что-то автоматически... Давайте вот, да, по 48. Это, наверняка, средняя цена. И... Что бы вот это ни значило, я думаю... Надеюсь, будут все продавать. Давайте попробуем таким образом. Сейчас еще проверим цену... Зерна. 41. А, ну, как бы... Нет, все правильно. Мы... Да. Он и не взял больше зерна, потому что... Наверное, если брать... Хотя... Вряд ли. Можно еще, наверняка, было бы взять. Посмотрим сейчас на вторую ходку его. Как у этого... Катастрофа дела. Катастрофа полностью загружена. Всяким барахлом. Сейчас посмотрим на обратный путь. И было бы хорошо, у нас есть уже немного деньжат, посмотреть на строительство. Что мы можем в Джорджтауне построить с пользой. Ну-ка, загрузись. Зерном. Так, по-нормальному. Он на ремонте сейчас. Там... Так, 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 так. Давайте мы тогда... Поставим... А, 48 тут вообще стоит. Вот оно что. 40, нолик. Нолик, что? Нолик почему-то я не могу поставить. Реально, нолик я не могу поставить. На одной из клавиатур. Как это так? Ну, ладно. 38. Максимально, да? По 39. Подтвердить. Хорошо. Теперь ты... Закупишься. Активируем маршрут. Короче, еще одну ходку придется подождать. Ладно, пока он там плавает, давайте мы посмотрим, во-первых, что у нас тут за задание. Пожилая женщина со страхом выглядывается вдаль. Он мне сказал, мол, нашел на берегу старый корабль. Хочу, говорит, снова спустить его на воду. Да только с тех пор уж столько времени прошло, он давно должен был вернуться. А... Че? Куда? Нужно до 5 мая выяснить, где в здешних окрестностях находится Джон Томпсон в районе острова Кэт. Как я должен найти остров Кэт? Это интересное задание. В районе острова Кэт. Я видел здесь стоящий корабль. Да, вот этот вот. Я не думаю, что это он. Ой. О, мы можем еще один корабль купить. Давайте тогда. У нас денежка идет довольно бодро плюс купить. Бриг за 50. Ёлки-палки. Слишком быстро корабли покупаю, да? Не, ну ладно. Я думаю, мы можем переходить потихонечку на бриге. Торговля идет полным ходом. Наутилус. Хорошо, Наутилус. Давай. Но тут острова никакого нет, да? Может быть, тут где-то поплавать, посмотреть. Я даже не знаю. До... 5 мая. Нет, явно не здесь. Это тоже может быть островом Кэт или не может быть? Да что угодно может быть островом Кэт здесь, наверное. Это слишком сложно. Точно там нет никаких подсказок. В районе острова Кэт. Там конец карты. Хм. Наверняка такие мелкие корабли... Корабли, говорю. Мелкие острова не в счет. О, капитан доступен. Вице-король что-то хочет от меня. Вы прибыли в подходящий момент. Зерна хочет иметь в изобилии. Нашим... Так, подождите. У Франции. А, наоборот, как раз... Франции продать зерно. В принципе, это можно организовать. Давайте на капитана посмотрим. Подает заявку. Без каравана. Текущий уровень 0. Максимальный уровень 10. Никаких... Навыков. Никакой прокачки. Ничего. И платить ему просто в надежде, что он там немного прокачается. Не, что-то я такого не хочу капитана. Так, хорошо. Давайте тогда мы вернемся... Вот сюда. О, сколько кораблей тут наших. И проплывем, может быть... Блин, у нас зерно у нас только... Только в Гренаде. И все. Так печально. Давайте сейчас посмотрим. Этот корабль закупил там зерно? Оно, наверное, уже один раз там привез. Немного, да? О, здесь, смотрите, 159 зерна уже. А я, кстати, я поставил покупку по 39. Да, надо было, наоборот, больше ставить. Точнее. Не по 40. Вот тут нормальное количество зерна. Надо было поставить там 42, например. Или 43. 45, может быть. Но я, в принципе, доволен тем, что тут уже есть зерно, а пиво. Ой, и пиво здесь уже немного есть. Хорошо, мы можем тогда добавить вот этот маршрут. И поставить его, наверное, на автомате. А то я не в ту сторону цену поменял. Гренада Барбадос. Изменить маршрут. Добавляем Джорджтаун. В Джорджтауне будем продавать пиво. В Барбадосе будем покупать пиво. А в Гренаде мы поставим здесь 40... Сколько там было? Я уже не помню. Давайте до 45. Пусть будет. Ну или поставим автоматически. Пусть берет там по нормальным ценам. Все. Подтвердить. Хорошо. А наутилус наш отправится продавать французам зерно. Через всю карту плыть придется, опять же. Но у нас хотя бы с ними уже есть... Оу. Хорошо. У нас с ними хотя бы есть уже... Этот... А, кстати, давайте поплывем через эти острова. Наутилус не в ту сторону. У нас хотя бы с французами есть право на торговлю, да? И... Уже нормально можем продать им. Не нужно будет деньги лишние тратить. Хотя бы один город есть, с которым мы можем торговать. Ну и закупим у них там чего-нибудь, чтобы не в холостую плыть. Ну и я... Не знаю, как бабушке помочь, если честно. Где она? Какой... Кэт Тайланд? Что она от меня хочет? Непонятно совсем. Давайте с этой стороны проплывем. Санта-Доминго. И может быть здесь тоже. Какой город, да? Порт-Рояль у нас. Что... Сейчас бушует чума в Порт-Рояле. Бедные голландцы. У нас тоже есть шанс в городе на чуму. Так, хорошо. Ну и мы, наверное, поплывем все-таки... Вот в этот город. Вот в этот аж город, да? Получается, нам надо... Я, по-моему, убрал. И он по прямой поплывет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты знаешь, Наутилус, я что-то боюсь, чтобы ты так прямо плывал. Давай все-таки. Вот так. И потом с контролом надо вот так сделать. Все, в порядок. Хух. И да, у нас куча денег. Давайте мы... Я не знаю, бабушке я, наверное, не помогу ничем. Это что-то сложное задание. Но давайте мы посмотрим на строительство. Во-первых... Подумаем, что нам нужно в нашем городе. У нас керамика, канаты, кирпичи. У нас есть возможность какао и металл добывать. Что не делается. Совсем. Поэтому я предлагаю взяться за... За какао. Какао выглядит более интересным вариантом. Но вопрос в том... То... А, нет, могу, да. Правильно. Какао я могу организовать себе. Производство. Я не могу просто так строить только... Зайдите ко мне. Более сложное производство пива, канаты там и все остальное. Да, вон, например... Где у нас какао тут? Может использоваться. А нет, у нас тут ничего такого, да? Какао. Пекарни? Нет. Пекарни только... Сахара этот используется. Зерно. Ну, какао тут не нужно никому. Ну, и ладно. Будем просто тогда производить какао здесь и продавать его. Оно само по себе неплохо стоит. Из-за этого, значит, что нам не нужно заморачиваться с местом, где мы будем свою плантацию строить. И мы, наверное, построим 4 плантации. Возле жилых районов люди становятся недовольными, если мы строим что-то, естественно. И где-то в углу там есть некоторые здания, которые получают производство. Которые получают бонус от других зданий. Например, от мастерской инструментов. Там, да, или что-то такое было. Ну, вот. Поэтому, я думаю, нам нет смысла где-то близко. Ставить. Мы, может, потом лучше что-то другое производство здесь организуем. А пока что поставим плантации. Две пока что. Если ставить 4 и больше, то они будут получать бонус. Но на 4 пока нам, наверное, не хватит. А нам надо деньги, чтобы торговля дальше шла. Но мы можем потом организовать. Ну и у нас, давайте посмотрим, что на наших плантациях. Нет рабочей силы. Вот в чем проблема. Давайте посмотрим по городу. Работников 400 из 400. Жилого пространства использовано мало. Ищущих работу всего лишь 47. Нам надо построить больше домов. Правильно? Опасность чума высокая. Предложение городских зданий. Все хотят в часовню, да? Как-то я не подумал, что рабочих у нас как бы нет свободных. Правильно? Все заняты. Я бы закрыл бы какое-то из вот этих производств с удовольствием. 120 человек здесь работает. Зачем? Ну ладно. Я-то как просто руководитель этого города никаких налогов не получаю с того, что уже здесь понастраивали. И ничего, никакого бонуса мне от этого нет. Поблизости есть таверня. Таверна. Таверна. Давайте. Посмотрим. Жилой район 64 стоит. На каждого работника нужно жилье примерно на 4 жителей. Здесь у нас бонус от рынка есть. Здесь бонус от пивнушки. Здесь бонус от церкви и от таверны, но штраф от производства рядышком. Я даже не знаю тогда, как нам лучше поставить. Наверное, пусть будет просто один бонус от рынка, да и все. Ну и посмотрим. Посмотрим, как пойдет дело. Дни до завершения 10. Умещает 80 жителей. 80. Нам надо больше на много жителей. Прям на много. У нас ограничения, по-моему... В 2000. В 2000. Долгое время не получает некоторые товары в достаточном количестве. В этом городе хорошо заплатят за... ...всякое разное. А по-моему, нам, наоборот, нужна именно больница. Да, тут вот интересно. Или требуют они часовни, типа 85%, или, наоборот, 85% часовнями уже... Охват уже как бы идет часовен. Часовен... Нет, 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 не знаю. 9 дней. Как там? Деньги у нас плюс идут потихонечку. Надо посмотреть, что там. Наш корабль еще плывет. Вижу по карте. Хорошо. Наутилус. Тут 12 дней. То есть у нас есть еще возможность попробовать. 40 человек ищут работу. А, кстати, 40 человек ищут работу, а нам здесь нужно... Сколько будет работников? На плантации по 80 работают. Я думаю, нам хватит. Я думаю, нам хватит. Надо дождаться просто, пока все это дело достроится, и... ...будет все хорошо. Доступен капитан. О-о-о-о, погрузчик. Берем. Берем. Ежедневное здание 105. Куда мы тебя берем? Мы тебя возьмем. Давайте наймем в любом случае. Бездействует. Назначить. Надо, наверное, выбрать какой-то корабль. Я, наверное, вот на... ...на самый наш... ...большой. На вот этот вот. Назначить, да. На этот маршрут. Возьму. Погрузчик увеличивает... ...грузоподъемность, собственно. Вот. И чуть больше мы сможем сюда вмещать в этот караван. Плюс будет опыт получать. А насчет опыта давайте глянем. Там еще задания я вижу. Ага. Получается тут такая тема. Капитаны разных уровней приходят к нам. И каждого капитана можно прокачать на 10 уровней. То есть прошлый капитан был у нас нулевого. Мы его могли до максимально десятого уровня поднять. Эта подруга у нас сразу второго. А тут до 12 уже можно ее поднять. Да, как-то так это работает. Ну окей. Посмотрим. Может быть. Когда-нибудь. Так. Во-первых, мы добрались практически прям четко. А, далеко? Странно. Так, хорошо. И продаем... Что мы там продали? Куда? Зерно сюда. Я думаю, не буду заморачиваться. Благодарю вас. Вы снизили избыточное предложение товара. А здесь мы древесину закупим. Правильно? Больше ничего нету? О, надо было хлопок может брать. Или пополам. Дерево и хлопок. Так, ну и теперь давайте, наверное, отправим его вот таким маршрутом. Тут наверняка могут быть города. Поплывем на разведку. И потом как-то вот здесь, здесь что-то проплывем. Посмотрим через вот эти вот островки. И повезем дерево потом уже... Да, в Гвадалупу, к примеру. Чё б нет, правильно? В Гвадалупе дерево продадим. У нас вроде там немного древесины уже есть. Так, хорошо. Всё. Паузу мы сняли. Десять дней до завершения ещё. Дома ещё пять дней строиться будут. Семьдесят тысяч у нас есть. Да, и задание. Я не пропустил. Хорошо, я хотел посмотреть, что тут предлагают. Как посмотреть... Давайте попробуем, я не знаю, катастрофу сюда отправить. Ближе к городу. Снимем её с маршрута, потом обратно назначим. Я пока так чё-то и не понял. Чё тут? Как тут? С портов с Пейном, с этим... Вроде звёздочка горит, как будто бы, как задание. Может быть... Вот это как раз, типа, остров этот, Кэт-Айленд. Похож на котика такой, типа? Нет? Ну, я хз даже, короче. У нас сюда постоянно корабли плавают. Стоп, стоп, стоп. Что там ещё разок? О, задание города. Вот так. Недовольны отсутствием товаров каких-то. Всё, понятно. Нам нас-то не интересует... Ой, стоп, не патруль. Меня на... О, на маршрут. Возвращаем. Верно. Так, хорошо. 96 тысяч у нас уже есть. Ну, нам надо дождаться, наверное, первым делом строительства вот этого всего. Посмотрим, что... Но пока мы ждём, можно глянуть, какие ещё у нас есть варианты. Таверны. Таверны. Склад. Стоимость в день 1000. Дает эффект таверны ближайшим зданиям. Рынки. Церковь. А, мы не видим, да, как церковь выглядит у нас. Ага, у нас есть часовня, а церкви как раз нету. Ясно. Ратуша. Таверна. Контора архитектора. Больница. Пять работников. Больница как бы дороговато так. Но, с другой стороны, у нас довольно высокая опасность чумы. Правильно. Предложение это то, насколько хорошо работают вот эти здания. Да, то есть на 85% город удовлетворён часовней. Больницу, наверное, стоит построить. Вложим немного денег в... Ага. Вот так вот ещё получается. Раз, два, три, четыре. Как моё влияние всех строительных проектов. Прогноз увеличения рабочих мест. Опасность чумы. Это то, что сейчас у нас, да? Прогноз. Прогноз повышается пока. Ладно. Раз, два, четыре. Восемь. Шесть. Ну, короче, это лучшее место пока для... Наверное, да. С другой стороны, здесь можно будет поставить ещё домов потом. Ну, ладно, давайте пока так поставим. Во, и теперь у нас снижается уже опасность чумы, по прогнозу. Хорошо, хорошо. Надо только дождаться, пока всё это дело достроится. Ну, и в городе не хватает стройматериалов. Но мы их, наверное, рано или поздно завезём. Четыре дня до дом, по идее, должен был достроиться. Так, давайте посмотрим, как у нас тут поменялось. Из числа работников 400 из 400. Ищущих работу им по-прежнему столько же. А сейчас пустует, потому что не даёт бонус... Подожди, что? Пустует, и потому не даёт бонус... Наверное, вам просто новые жители ещё не заселились. Правильно? Я предполагаю. Но у нас через три дня уже. Хочется дождаться, пока... Достроится... Наша плантация. Два дня. Скорость у нас, да. Вот если мы отдалим, скорость ещё быстрее будет. Быстрее, чем три. Мне сообщение какое-то придёт, интересно. Как у нас славы пока нет новой. Давайте посмотрим. Рады вас видеть. 105 мы уже набрали. Хорошо. Табак продаём неплохо. Кофе и какао, да, сможем продавать. Вот прям уже. Предприятие города по нулям. Мои предприятия. 76 человек здесь работает. И какао мы уже производим. Мы им платим зарплату. 500 в день. И давайте посмотрим, как это всё отразилось на вот здесь вот. 14 производится. Потребление по нулям. На удивление. А, ну, наверное, может быть, потому что жители у нас ещё такие простенькие, да. Где там город? 520 уже. Ну, да, рабочие просто ещё в новое... Люди в новый дом ещё не заселились. Поэтому рабочих пока ещё не висит. Продолжение товаров. Место для строительства. События. Ясно. У нас видно, что тут домики ещё такие маленькие, простенькие. Жилые районы тоже улучшаются со временем. И вот, может быть, тогда люди станут более требовательны к разным товарам, более дорогостоящим. Катастрофа на ремонте. А, чё бы какао не забрать? Наверное, мало его слишком. Или я его уже кто-то скупил. Может быть, такое. Нет, пока он набирается, набирается. Какао. Только... Ну да, всё правильно. Почему, интересно, металл на 90%? Может быть, потому что, типа, как... Металл у нас... Добывается. И, может быть, там, я не знаю, выработались... Частично шахты уже. Которых это не было никогда. Не совсем понятно, почему тут 90% только. Ну, хорошо. Ещё я хотел посмотреть напоследок... Нашу... Статистику по финансам. Изменений в день примерно минус 2000. Чё-то не густо. Не густо. Но у нас один корабль, да, где-то... Возвращается. Возвращается. Он у нас пользы особой не приносит. Слишком ради древесины. Слишком длинные маршруты. Но он нам слабо зарабатывал. Надо для этого дела какой-то более дешёвый взять. А этот кораблик отправить на какой-то торговый маршрут более интересно. Ну вот, деньги пошли. Хорошо. Я думаю, на этом мы пока что серию закончим. Мы не смотрели ещё на бой, потому что у нас пока наша... Приветствую! Страна ни с кем не воюет. В принципе, пока ещё ни с кем никто не воюет. И пиратов мы тоже пока ещё не видели. Но это со временем, наверное, всё начнётся. У нас поначалу, как я говорил, пока такой... Мирная эпоха. Вот. Но если вы хотите видеть больше серий по порт-роялю четвёртому, то пишите об этом в комментариях. И не забывайте оценивать видео. Ставить лайки или же дизлайки, если вам всё это вдруг не интересно. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. И пока.